Открыл собрание зампредадминистрации по социальным вопросам с краткой информацией о том, какая работа ведется в отношении чернобыльцев. Артур Бабенко сообщил, в скором времени начнут распределять земельные участки под индивидуальное строительство. Порядка, по-моему, 35 участков мы сможем вам предложить, это под индивидуальное строительство. Что касается квартир, сейчас у нас на этот год мы выделяем квартиры и согласованы следующие кандидатуры. Это Пустовик Елена Ивановна, как получившая инвалидность, и Тарнаков Сергей Дмитриевич, как ликвидатор. Сейчас идет, мы направили письмо в Киев на выделение дополнительных 160 тысяч гривен на приобретение еще квартиры одной для ликвидатора чернобыльской катастрофы. Кроме того, ведется работа по обеспечению чернобыльцев медикаментами, койками в медучреждениях и прочими льготными услугами. Одна из них реализована уже сейчас. 26 севастопольских ликвидаторов получили право на пожизненный бесплатный проезд во всех городских автобусах. Мы обратились к группе компаний транспортных Севастополя, которые на своем заседании рассмотрели возможность и на сегодняшний день готовы выдать 25-26 проездных пожизненных, которые будут пользоваться во всех транспортах города Севастополя, то, что касается автобуса. Разрешите мне от имени всех перевозчиков выразить вам свое уважение, сострадание тем, кто находится в тяжелом положении после ликвидации чернобыльской катастрофы и заверить вас, что мы и дальнейшим будем сотрудничать с администрацией. За последние два года и в городе, и в нашей организации сделано столько, сколько не сделано, будем говорить, за 20 лет после чернобыльской катастрофы. И отрадно видеть то, что положение резко поменялось чернобыльцам. Далее перешли к главному – вручению проездных. А в завершении собрания Артур Бабенко призвал ликвидаторов объединиться с другими городскими организациями чернобыльцев. Это тоже ваши коллеги. И я хочу вас призвать к объединению, а не к разделению. То есть решайте все проблемы вместе. Сейчас никто никого не делит. Татьяна Семенец, Деливер Меджитов. Программа «Наше время».